Здравствуйте! В эфире новости Байкальского университета, в студии Владимир Изместев. Коротко о событиях прошедшей недели. Развиваем сотрудничество с азиатским регионом. В художественном прозвучали шедевры классической музыки. Выводим защиту природы на новый уровень. Байкальский университет развивает сотрудничество с ведущими странами Азии. А кто к нам приехал на этот раз и о чем договорились, расскажет Мария Полежаева. Знакомство с новациями и достижениями Байкальского университета стало целью визиты Генерального консула Республики Корея в Иркутске господина Хана. Высокий гость побывал в радиостудии медиа-центра БГУ, удивился разнообразию выпускаемых программ и подкастов, оценил оборудование съемочного павильона, пообщался с молодыми журналистами. Я сам очень удивлен тем, что БГУ имеет собственный радиоканал, собственный телевидение. Это не просто обычный буз имеет свой собственный канал, но еще контент очень разнообразный. Господин Хан совсем недавно назначил на высокую должность. Одним из первых его мероприятий стала неделя корейской культуры в Иркутской области. Ее открытие состоялось на сцене СТДЦ «Художественный». Сегодня генеральный консул посетил центральный кампус Байкальского университета. Он побывал в комбинате студенческого питания, в читальных залах научной библиотеки БГУ, отметил богатую историю университета, его современные интерьеры и активную научную деятельность. Основными направлениями нашего сотрудничества будут являться культурно-просветительские мероприятия, научные обмены, ну и, конечно же, развитие образовательного сотрудничества в форме обменов двусторонних, в форме открытия новых образовательных программ, ну и, конечно же, академическая мобильность. Более четырех часов продолжался визит господина Хана в Байкальском университете. Общие планы сотрудничества начнут осуществляться уже в начале сентября, когда университет снова приступит к своей обычной работе. Мария Полежаева, Игорь Титенко, Байкал-Универтовая. Но на этом визиты зарубежных гостей не заканчиваются. В культурно-досуговом центре «Художественный» состоялся концерт австрийского дирижера Вольфганка Шайта. А какие композиции исполняли и какие сюрпризы подготовили организаторы, смотрите в сюжете Полины Савенко. Уникальное событие на сцене студенческого культурно-досугового центра «Художественный». Великий австрийский композитор Вольфган Томадей Моцарт и знаменитый австрийский дирижер Вольфган Шайт в течение двух часов радовали слух иркутской публики шедеврами классической музыки. Приезд зарубежной звезды в столицу Восточной Сибири не случайен. Когда диалог отсутствует, когда люди не могут друг с другом разговаривать политическими средствами, здесь может помочь культура и, в частности, музыка. И вот идея приехать в Москву, сделать концерты в Москве – это навести новые мосты. Еще до пандемии три года назад московский ученик австрийского дирижера пригласил маэстро в Москву. И тогда же созрела идея исполнить Моцарта в Иркутске. И вот, несмотря на все сложности, уникальный концерт состоялся. Классическую музыку очень люблю и слушаю постоянно, но на концерты хожу редко по возможности. И здесь вот оказалось совершенно случайно по приглашению своей подруги, тоже выпускницы этого университета. Как понравилось? Очень понравилось. Два отделения с антрактом – профессиональная ведущая, три симфонии и увертюра к опере. Этот непростой репертуар исполнил необычный ансамбль. В него вошли музыканты из губернаторского оркестра, филармонии, музыкального театра, колледжа имени Шопена. А солисты вообще учились в разных консерваториях. Например, габаист Ганаа Абаяр – монгольский музыкант. Но Моцарт объединил сегодня всех. Моцарт, как один из великих композиторов, сейчас просто благость для слуха воспринимать те мелодии, которые играет сегодня замечательный оркестр. Всего несколько репетиций, но результат отменный. Самые молодые зрители даже танцуют под симфоническую музыку. Публика аплодирует стоя, а организаторы полны новых планов. Если мы законсервируемся здесь, в Иркутске, и не будем приглашать никого из других городов, стран, и не будем обмениваться опытом, мы останемся, можно так сказать, наедине с собой. И это не даст никакого развития. Мы должны всегда ездить на гастроли, приглашать к нам другие коллективы. Концертный сезон в Иркутске закончен, но впереди есть идея организовать мастер-класс для профессиональных музыкантов от звезд из Москвы и Австрии. А потом будут новые концерты. Полина Савенко, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Солнце, воздух и хорошее настроение – наши лучшие друзья. Студенты Байкальского университета приняли участие в эстафете «Триколорный забег». Какие виды спорта они представляли и с какой дистанцией им предстояло справиться, узнал наш специальный корреспондент Александр Пивоваров. Хорошая солнечная погода. Ребята в спортивной форме с номерами и судейской коллегией все готовы к проведению легкоатлетической эстафеты. В преддверии Дня России на острую юность, одной из главных площадок для активного отдыха иркутской студенты Байкальского университета, приняли участие в знаковом праздничном событии «Триколорный забег». Организаторы – управление по работе с студентами, Центр творчества и спортивно-студенческий клуб БГУ. В данном учебном году мы провели ряд соревнований, которые были включены в спартакиаду вузов Иркутской области. Наши студенты выступили успешно. Особенно успешные выступления у нас проходили по боксу, по борьбе. На импровизированную беговую дорожку вышли не только беганы, но и волейболисты, мастера футбольной баталии, боксеры и даже те, кто занимается экзотическими единоборствами. Цель акции – привлечение самых широких масс занятий спортом. Я занималась смешанными единоборствами, занималась бразильским джиу-джитсо, это борьба. И сейчас, к сожалению, уже не так активно этим занимаюсь, но раньше, до поступления в вуз, я занималась вообще прям всегда, пять лет отдала этому виду спорта. И он навсегда в моем сердце, в моей душе. И это самый любимый вид спорта. Акция началась с бега на дистанцию 150 метров. На старте не только студенты, давно увлекающиеся активным образом жизни, но и те, кто только начал заниматься спортом. Бежали по трое. Это была своеобразная разминка перед главным событием – двухкилометровым маршем. Из-за того, что высокий результат не был главной целью мероприятия, участники выкладывались в полную силу. Заключительный с гигантским российским триколором этап эстафеты стал настоящим символом единства спорта – молодости и патриотизма. Александр Пиуаров, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. В шаге от почетного звания специалист в Байкальском университете продолжаются защиты дипломов студентов Института государственного права и национальной безопасности. О полученных результатах и дальнейших перспективах узнал Николай Развожаев. Представители органов внутренних дел в аттестационной комиссии на защите выпускных квалификационных работ – это не случайно. Свои знания показывают выпускники Института государственного права и национальной безопасности БГУ. Их ждет служебная деятельность, и в них заинтересовано государство. Поэтому и тематика их исследований специфическая, с практическим уклоном. Выбираются темы уголовно-правовой, именно материальная тема, уголовного процесса, криминалистики, криминологии. И особенно то, что касается прикладных тем, криминалистики, криминологии, они в том числе ориентированы на Иркутский регион с учетом особенностей Иркутского региона. Также есть более, скажем так, междисциплинарные темы, связанные с борьбой с экстремизмом, борьбой с терроризмом. Сейчас в университете своеобразный экватор защит. Доказывают свой научный уровень магистры, стараются не уступать им бакалавры и свои достижения отстаивают специалисты. Каждый год качество работ становится все лучше. Связано это, наверное, с тем, что и качество знаний становится глубже. И то, что студенты наши сегодня, они действительно начинают ощущать себя юристами, которые должны смотреть на то, что происходит в нашей стране, ну, в общем-то, с позиции активного гражданина. Буквально через несколько недель некоторые из сегодняшних студентов наденут мундир, кто-то поступит в магистратуру, другие, возможно, выберут карьеру адвоката или нотариуса. В любом случае защита показала, что у будущих юристов есть знания, и они готовы применить их на практике. Николай Развожаев, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Природу нужно охранять, совершенствуя законодательство Российской Федерации. Об этом говорили на природоохранном форуме в Байкальском университете. Подробнее с места событий Артем Евсеев. Звуки гимна Российской Федерации – это не просто дань официальному протоколу. Это настроено обсуждение государственной политики, в первую очередь в вопросах экологии. Ей был посвящен первый международный природоохранный форум, прошедший в стенах Байкальского университета. Сегодня прокуратура, Генеральная прокуратура Российской Федерации, безусловно, особое внимание уделяет вопросам экологической безопасности и предупреждению, прежде всего, предупреждению экологических правонарушений. И вот данные вопросы, они обсуждаются в рамках данного международного форума. Надеемся, что международный форум станет традиционным. В зале ученого совета собрались ученые-юристы и сотрудники шести природоохранных прокуратур Иркутской области. Дистанционно подключились участники со всей территории России, от Петропавловска, Камчатского до Москвы. Некоторые видные ученые и практики лично приехали в Иркутской столице. Меня заинтересовала сама постановка проблемы. И важно то, что именно на Байкале сегодня плотно интегрируются знания относительно развития экологии, поддержания правильного экологического законодательства, введения этого законодательства и практики. Поэтому мне было приятно участвовать в первом международном Байкальском природоохранном форуме. Организаторами форума выступил Байкальский государственный университет и Иркутский юридический институт Университета прокуратуры Российской Федерации. В качестве зарубежных гостей приехали представители Республики Кыргызстан и Монголии. В планах организаторов расширить список заграничных контактов. Можно, конечно, за счет китайских товарищей усилить международный статус. Плюс, естественно, неплохо было бы пригласить наших друзей казахов, родственные, скажем так, нам по отдельным организациям, совместным структурам. Тем более, у них очень хорошая есть Академия правоохранительных органов. Узбеков можно, в принципе, тоже было бы пригласить. Доклады и дискуссии проходили в течение всего дня по самой широкой тематике. Итогом напряженной работы форума станет сборник лучших исследований, озвученных в ходе этого важного мероприятия. Артем Евсеев, Игорь Титенко, Байкал-Универ-ТВ. Подарки дарят не только на день рождения и Новый год. В художественном состоялся концерт, на котором выступали исключительно молодые артисты. А как прошел праздник и подробнее о юных дарованиях смотрите в следующем сюжете. Уже второй год подряд в Байкальском университете перед летними каникулами проходит необычный концерт. Дети и взрослые. На несколько часов сцена художественного превращается в настоящую сказку. Наши творческие коллективы и любимые дети наших сотрудников покажут творческие номера. И я надеюсь, то лето, которое началось, благодаря этим номерам пройдет хорошо. Молодые артисты Центра творчества и их младшие товарищи попеременно демонстрируют свои хореографические, вокальные и исполнительские таланты. Ведущие, примерив на себя образ анимационных героев, дарят участникам почетные грамоты и каждый новый номер представляют как часть волшебного представления. Сегодня у нас два больших хореографических коллектива, которым мы тоже говорим спасибо. Это наши гости. Это коллектив «Рябинушка» Дома детского творчества номер один. И коллектив под названием «Движение вверх», который к нам приехал из Гороновщины. Концерт «Дети и взрослые» постепенно превращается в настоящий фестиваль со своими постоянными участниками, зрителями и площадкой для выступления. Увеличивается количество жанров, творческих номеров, но остается неизменным ощущение скорого летнего отдыха. И для детей, и для взрослых. Владимир Зместев, Игорь Титенко, БайкалУниверТВ Это были все новости, которые произошли в Байкальском университете за эту неделю. Желаю вам летнего настроения, оставайтесь такими же веселыми и креативными. И подписывайтесь на все наши социальные сети. И не забывайте про телеграм-канал.